Не всегда мы играем в большие комплексные коробки, иногда можно, конечно же, развлечься и маленькой игрой, которая, в принципе, может уместиться в карман, если достать ее из коробки и выложить с нее карты в отдельный пакетик. Итак, всем привет! С вами Юра, вы смотрите Geek Media. Сегодня у меня в обзоре игра «Зеленая долина» от издательства Magellan. Это маленькая картинка игра, которая, то что называется, филлер. То есть, это игра, которая может сыграть между партиями в другие игры, сыграть в завершение вечера, или просто, если у вас, например, всего не так много времени, вы можете быстренько разложить ее на небольшом пространстве. В этой игре, конечно, вам пространство понадобится немного побольше, чем обычно в филлерах, потому что здесь у каждого из вас будет выкладываться свой грид, так называемая сетка, и вы будете разыгрывать различные карты из одной или из другой колоды. Каждая игрок вначале получает себе по три карты. Это вот уже разложено, как будто игроки немножко поиграли, сделали по паре тройка ходов, и у них будет по три зеленых карты. Карты в игре есть зеленые и фиолетовые. Зеленые карты — это карты растений и сооружений, которые вы будете строить в парках, а фиолетовые — это цели. О истории игры ваши деревни участвуют в выставке на самую красивую деревню, и вы должны будете выстроить самый классный парк в ней для того, чтобы как раз эту выставку выиграть. В ходе игры вы будете, соответственно, сажать у себя цветы, прокладывать дорожки, ставить различные фонтаны и статуи, и, конечно же, выбирать номинации, в которых вы захотите участвовать. И вот как раз вот все, что вы будете устраивать и ставить, — это зеленая колода, а все номинации — это как раз фиолетовая колода. В итоге игры у вас получится сетка, которая состоит из карт 4х4, при этом одна из них — это будет ваша деревня, Лужайкино. Ее надо положить обязательно цветной стороной вверх изначально, потому что она дает вам спецспособность одноразовую или одно победное очко, если вы ее не используете в конце игры. Игра очень симпатичная, и, как я уже сказал, если положить ее в маленький пакетик, она влезет вам в карман, и можете взять ее с собой спокойно в выпуск, там поиграть. Давайте же разбираться, как играется зеленая деревня. Итак, в свой ход у игрока есть всего лишь два варианта действий. Либо вы берете и разыгрываете одну карту, либо вы переворачиваете карту в своей деревне и используете эти специальные свойства. У всех оно одинаковое, поэтому запоминайте, у кого что конкретно не придется. Все будут делать и играть одинаково, все изначально в равных условиях. В свой ход, соответственно, вы либо выбираете одну из зеленых карт, может причем брать закрытую, берете себе ее в руку и разыгрываете одну из карт у себя с руки, включая ту, которую вы взяли. Либо вы берете фиолетовую карту в открытую или в закрытую, и разыгрываете именно ее себе на игровое поле. Для фиолетовых карт у нас введены верхний ряд, то есть у вас в итоге игры будет вот так вот. И самый левый ряд, или, соответственно, вот так вот. Может быть и так, и так, если успеете. А для зеленых карт у вас отведено 3 на 3 клеточки между этими картами. У каждой зеленой карты, главное, что есть, это два места, где располагаются символы. Вверху карты располагается масть, внизу карты располагаются то, за что вы будете получать победные очки. Как видите, в мастере у нас 3 цвета есть, и есть у нас в каждом цвету 3 вида, 3 вида цветочков. Это очень важно для расположения ваших карт, потому что, когда вы хотите сыграть какую-то карту себе уже в имеющиеся, вы должны сделать так, чтобы масть, либо цвет, либо цветок совпадала с тем, что у вас уже есть. Например, вот сюда можно сыграть любую синюю карту, потому что, видите, здесь два разных цветка, и они оба синие. А вот сюда вот никакую карту уже сыграть будет нельзя, потому что здесь два разных цветка и два разных цвета. Это очень сложно, игрок загнал себе сам в тупик. С другой стороны, вы всегда можете выкладывать на любую свободную ячейку игрового поля. То есть, например, я могу взять и положить вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот карты по итогу. Но тем самым я создам себе все больше и больше условий, которые будет трудно выполнить в ходе игры. Второй момент, который есть у карт, это, соответственно, нижний символ. Их не так много видов. По-настоящему у вас есть деревья. Все они считаются деревьями, но их есть 3 разных типа, и некоторые карты могут вам говорить, что вам нужны специфические виды деревьев. Там березы, дубы и так далее, или ивы. А у вас есть, соответственно, сооружения или беседочки, так называемые. У вас есть лужайки, это специальный вид карты. И у вас есть прудики, которые сразу приносят очки. На все эти символы есть карты с заданиями. Плюс на масте есть карты задания. Вот у нас прямо сейчас на столе лежит карта, которая говорит, что за каждой цветочек такого типа, который лежит, соответственно, либо в столбце под ним, если вы положили в верхний ряд, либо в столбце справа от него, если вы положили в левый ряд, будет давать 3 победных очка. То есть вы берете себе эту цель и по себе начинаете накапливать себе карточки такого типа, чтобы получить как можно больше победных очков в конце игры. Либо, например, у нас есть такая вот с деревьями, которая говорит, что каждая береза нам дает минус 1 очку, каждый дуб нам дает минус 1 очку, и каждая ива дает тоже минус 1 очку. То есть вот здесь, вот в этом столбце, я уже получил бы минус 2 очка себе. С другой стороны, здесь каждая другая карта дает нам 2 очка. То есть по факту мы могли положить сюда, выкладывать сюда любые карты без деревьев и тем самым грести себе победные очки. Специфические типы зданий. У нас есть беседка, которая говорит, как только вы выложили себе седку, вот я сюда могу причем выложить, видите, у меня здесь роза и здесь роза, то вы сразу можете взять и разыграть себе карту фиолетовую. Это такое дополнительное действие у вас будет в этот ход. Если вы, соответственно, играете себе прудик, ну, прудик, это прудик, там все хорошо. Смотрите, опять же, роза, синяя, синяя роза, все нормально сложилось. Они дают 2 папинных очка, плюс, например, вот есть цель, которая, если я по-моему, ее сюда, то за этот ряд она будет не давать за прудики. И это прям вообще была бы идеальная цель для меня, потому что у меня уже есть 2 пруда, которые дают мне по 2 очка, и плюс каждый из них даст еще 2 дополнительных очка. Либо, соответственно, можно разыграть себе лужайку. Лужайку можно играть куда угодно, у нее нет масти, и ее даже можно играть на другие карты, закрывая их, тем самым, например, избавляясь этих карт, которые вам не нужны. То есть, как вы помните, например, да, если бы у меня здесь лежала вот эта карта, которая за деревья дает мне минусы, я мог бы закрыть ее лужайкой. И на лужайку потом можно положить еще любую другую карту, разыграть ее, тем самым увеличив свои победные очки. А здесь бы открылись 2 новые. Игра идет до тех пор, пока у вас не закончится либо эта колода, либо эта колода, либо пока один из игроков не соберет себе здесь 9 карт. После этого игроки 4 победные очки, и тот, у кого больше, объявляясь победителем, у него будет самый красивый парк в его деревне. Ну и спецсвойство, конечно же, оно позволяет вам выйти из сложных ситуаций, когда вам нечего разыграть с рынка. Вы можете первым вариантом спецсвойства замешать, то есть убрать эти 3 карты вниз колоды, и эти 3 карты вниз колоды достать 3 разные, из каждой из них новые, и сыграть одну из них по обычным правилам. Либо вы можете взять зеленую карту и выложите ее прямо поверх, не пользуясь лужайкой. А еще важный момент в том, что ваши цели, которые стоят, вы всегда, когда берете карту фиолетовую, можете просто накрыть цель и заменить ее. То есть вы свой парк перепрофилировали под другую награду. Итак, что я могу сказать в итоге? Быстрая игра на подсчет очков, на собирание наборов и выполнение целей. Мне она немного напомнила салат удачи, но здесь есть такой некий пространственный элемент, который в какой-то момент мне напомнил игру флориш. То есть такой вот, если бы у флориша и у салата удачи был бы ребенок, наверное, это была бы зеленая деревня. Если вам нужна игра на полчасика для того, чтобы быстренько развлекаться, при этом можно играть в нее как в пятером, так может играть в нее и один игрок, у нее есть специальные правила для одного игрока, то я думаю, что вам подойдет зеленая деревня. Быстрая, симпатичная игра, где иной раз реально нужно поломать голову, чтобы впихнуть невпихуемое в ваш грид и воткнуть тот цветочек, который вы не могли бы воткнуть по-другому, и придумать, как из этого вычистить победные очки и сделать это как можно больше, при этом не попав на минусы. Такая вот маленькая, приятная игрушка. И это все на сегодня. С вами был Юра. Вы смотрели Гигнезия. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин